Вечер добрый, уважаемые! Слушаете вы свое радио? Ну, собственно, как обычно, программа «Живые» с 8 до 10. В этой студии появляются живые люди, живые музыканты, которые дарят нам свое творчество, делают это совершенно безвоздамезно, и, главное, привлекают таким образом к себе добрые манации. Надеюсь, сегодня мы тоже поманаем хорошо, потому что коллектив здесь очень любопытный. Рекомендую, если не знали до сих пор, как-то так прививать вкус их к творчеству. А тем, кто знает коллектив, и я таких знаю людей достаточное количество, призываю сегодня получать удовольствие и жрать его полной ложкой. Уж извините за слово «ложка» в данном случае. Как обычно, традиция есть традиция. Сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка, а далее уже познакомлю вас с коллективом поименно, ну и, понятное дело, будем разговоры разговаривать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ночь мою, свет, тень тешится, тешится. Субтитры создавал DimaTorzok Шаги бредут в дивный путь Левый, правый вечным узором Век солнца памятью Уводит 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 13 лет, а вас в интернете практически ничего нет Ну так, совсем немножко информации Это как-то старательно прячетесь Или не складывается с интернетом Нет, просто человека, который был бы Занимался вот этой всей вот этой штукой Да? А сам чего? Ты не знаю, и так контакт Снимать столько времени Почему типа вот тебя на фейсбуке нету? Да потому что у меня контакта хватает Понимаю Понимаю Понимаю, понимаю Но даже вконтакте информации не так много, к сожалению Поэтому придется сегодня вас пытать с пристрастием Потому как люди, которые заинтересуются Они наверняка захотят узнать много Для себя интересов Вот, например, Сергей Малявин пишет Привет, Лич Потапов, мое недавнее открытие Серьезное для меня открытие, скажу я вам Один из тех случаев, когда про группу знаю давно Даже что-то слышал, но внимания не обращал И вдруг в какой-то момент проперло Вот теперь они один из самых востребованных В моем плейлисте коллектива Больше про них ничего не знаю Тем интереснее сегодняшний эфир Вот еще одно маленькое такое Ну, скажем, наблюдение со стороны Ничего никто не знает Надо раскрывать какие-то тайны Надо раскрывать Кто, ну, судя по всему, шеф создавал, да? Коллектив Ну, да Понятно Летчик Потапов, как я понимаю, это герой Великой Отечественной войны Который... Нет Нет? Не тот Потапов? Да Песня была Была такая песня Вот Летчик Потапов И потом При возможности То есть вот Выделить название проекта То есть вот Ну, всплыло в голове именно Ну, тогда я тебе расскажу В Будапеште этот человек Свой самолет подбитый направил На зенитную установку вражескую Я этот... Гениально Я читал Да ладно? Да, да А, ты что, ВКонтакте? Просто я подумал, может быть, в Википедию-то не, не? Да ладно Хорошо Ну, в общем, в принципе, с названием разобрались Теперь Теперь поплыли дальше Что касаемо Пика популярности Как я понимаю, он как раз пришелся Где-то так На середину двухтысячных годов Если я правильно понимаю Ну да Такой какой-то золотой состав был Где Славик с Баяном Все С басами Угу Угу Пятый-шестой год где-то, да? Ну, да Угу А потом? Потом был Семьи, дети Да, семьи и дети Ну, как у всех Ну, как-то, да Как у всех Дети рождаются? Дети рождаются Уходят в творческий отпуск В какой-то Угу Возникают Другие проблемы Окей, ну группа тогда возобновила свое творчество Сейчас уже как давно? После всех детей? Нет, ну на самом деле оно не прекращалось Я просто какое-то время играл сам Просто под гитару Без ребят? Да Без музыкантов? Да То есть, по сути дела, никогда не прекращал свою деятельность творческую? Я вот, да В этом году мне в ноябре будет 23 года на сцене Ну, видишь как А я 23 года на радио Мы с тобой практически, да? Очень хорошо Солидарны Очень хорошо понимаю, как тебя это уже допекло Но без этого уже никак Без этого уже никак После стольких лет уже все это оставить? Как минимум еще по разнику накинуть Да, да Согласен Солидарен абсолютно 46-47 Коротенький номер для ваших смс Сначала свои Пробелы Дальше все, что хотели бы адресовать коллективу Сергей Вальцев Компания Молодцы Желаю Сергею здоровья побольше Юлия Тиунникова пишет Ой, Юлия, спасибо Да, я знал, что будет такая реакция Много музыкантов слушают эфир И всегда передают приветы своим Что чертовски приятно И музыкантов в первую очередь У меня даже сомнений нет Зило заинтригован Пишет Руслан Ленов Послушай первое Как называлась первая песня? Крайненькая Вот вы с Крайненькой начали сразу Какой хороший подход А последняя будет, так понимаю, первенькая Ну, в общем, было бы неплохо Там Баюбай, по-моему Аба-ба-ба-ба-баюбай Или Баюбай Хорошо Начали мы с Крайненькой А дальше Чего у нас пойдет дальше-то? Баюбайдер Письмо Окей Как всегда, живые в программе «Живые» Здесь сегодня коллектив с названием «Летчик Потапов» Прошу любить и жаловать Я думаю, что людей с хорошим музыкальным вкусом Этот коллектив не может оставить равнодушными Ни в коем случае Поехали 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 Вся родня под Донецком. Город Енакиево. Есть такой замечательный городишко. Самый криминальный район. Я там вырос. По Украине. По Украине? Да, конечно. А так-то нормально. На Блочке вырос. Ты знаешь регион? Я пару-тройку раз в Енакиево был концертами. У меня друзей. У ДК. А я вырос на Блочке. Нормальный район. Ресторан Кристалл, который грабили каждые две недели. Нормальное местечко. Но хорошие пацаны там на самом деле. Клёвые. Правда. Школу там начал. В первые два класса ходил. Изучал украинскую мову. Чего это тогда? Нормально? Слушай, а мне интересно дальше. Давай дальше. А Горловка? В Горловке был. Фидбэк. Там была такая классная команда. Хорошо. Тогда я вошел в город. Ну, Луганск теперь. Луганск. Да, второй мой дом. А ты откуда? Полчевск. Коммунарск. Хорошо. Хорошо мы начали разговор-то сегодня. В общем, в принципе, все свои. Это замечательно. А тогда вот что. Москва. Каким образом она появилась в твоей жизни? Ну, давно хотел уехать, потому что там уже столько все перепахано, перелабано. Ну, что? Донеччину объездили, Крым объездили. Ну, что-то в Киеве был. Ну, куда? Был в Киеве, Нью-Йорку уже не нужно, я понимаю. Не, ну, почему? Кто Киеван и Бачев, тот Нью-Йорк. Нет загранпаспорта, поэтому в Нью-Йорк я не смотрю. Я понимаю. Теперь нет загранпаспорта и в Киеве. Я за границей только вот в России, да, в Белоруссии был. Так ты иностранный, я понял, да. У нас сегодня иностранный коллектив, Личпатов. Так, иностранный у нас тут... Нет, первый состав был, мы интернациональный, то есть Белоруссия, Казахстан, Украина, Россия. Ну, как Гоголь-Бордел, только еврея не было. Сейчас украинско-молдовский коллектив теперь у нас. Кто молдаване? Вот они. Группа гастарбайтеров «Летчик-Потапов» Группа гастарбайтеров «Летчик-Потапов». Кстати сказать, логотипчик, собственно говоря, разрабатывал человек, которого зовут Толик Михайлов. Он из Камрата. Гагаузи. Вот заметь, здесь привет из Гагаузи у нас наклеечка такая, своя радио. Так что я думаю, вам тоже должно быть приятно, что молдавская рука приложилась, так сказать, к оформлению, условно говоря, да, и к дизайну радиостанции в целом. Чем паче приятно. Особенно приятно, когда все свои собираются. Спасибо своему радио за возможность слушать родные голоса. Познакомились с Сергеем на Грушинском фестивале в 2013 году. Спасибо за творчество, побольше сил, моральных, физических. Галя Мамбетова пишет. Знакомая фамилия? Извини, нет. Ну, чтобы Галю не обижать. Знакомая? Скажи, что знакомая? Нет, ну, конечно. Я всех знаю. Конечно, да. Фамилии, правда, не помню. Как не знать? Ну, лицо-то можешь посмотреть потом, аватарочку откроешь, посмотришь, наверняка вспомнишь этого человека замечательного, который такие добрые слова сказала. 46-47, коротенький номер для ваших смс-ок. Сначала свои, пробельчика, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Также я высматриваю. Кстати, надо сказать спасибо за звук. Сегодня за звук Речерским пультом Сергей Горьев. Ваша овация по рейсментам. Звук хвалят, как обычно, но нам приятно, что мы позволяем себе такую роскошь, как хороший звук в ваших радиоприемниках. Ребята же, это офигенная музыка. Фрессон по коже побежали, Илья Тиняков. Фрессон, у нас теперь с недавних пор есть термин такой. Как-то был эфир, когда мы тут, не помню сейчас, кто этот вопрос задал, кто задался этим вопросом. Научный термин, который обозначает мурашки по коже от музыки. Ну, вы знаете? И вдруг оказалось, что есть такой термин, он называется фрессон. И с тех пор мы говорим, когда прям мурашки побежали, он фрессон. Особенно это приятно звучит для коллектива с молдавско-украинскими корнями. Фрессон. Что дальше пить-то будем, ребятки? Что это будет? Побегаем. Что будет-то? Бегать будем. Песенка называется «Бежать, убежать». Песенка «Бежать, убежать». Лётчик Потапов здесь сегодня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Пусть завели, разбрелись, тени начисто выцвели югом. Уснуть, расчерчив, теми зарями чистыми, стиснув зубы мои. Сохлись губы протолены. В югаху ладь тяни. Долгим сном мы спутали. И загребли руки в пни. Ямы прошлого тесного солнца Во тьме не нашли. Дверь на лошадь все лезли. Мы. Дверь на лошадь все лезли. Крылья, краски мои, штрихом радуги мнимы я. Мысли его катает судеб больности теченья. Убегу, убегу. Крылья, краски мои, штрихом радуги мнимы я. Субтитры подогнал «Симон» 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 — Понимаете, вот нет того человека, который бы занялся этим, то есть вот есть материал, его просто надо оформить, то есть мне бы хотелось бы таких мясистых, электрических музыкантов, я бы поработал с удовольствием, то есть чтобы была кухня, то есть там... — Съед молдаване сейчас и смеются, а... — Тяжелые, тяжелые гитары, чтобы такой мясистый бас был, там... — А они не могут? — Шестиструнные. — Могут же, я уверен, что могут. — Ну, я вообще... Я с 2003 года по мясу скучаю, вот так вот сижу, просто разговариваю, говорю, что скучаю, так вот, а играется так вот, с ребятушками, с родными, ну, уже. — Значит, мне очень хочется. — Ну, как бы так вот, да. — Не, на самом деле, то, что... — Хотел бы, сделал. — То, что делается в музыке в «Лечке Потапе», очень органично и, мне кажется, совершенно на месте все, и абсолютно необязательно перескакивать. Вот что пишет... Кто это у нас? Кто это у нас? Вот, Руслан Ильинов. Вот это да. Вот это удачно у меня сегодня выходной случился. В анонсах послушал, не проперло, а сейчас просто кайфую. Я всегда говорю, ребят, что по одной, по двум песням, в общем-то, как-то ориентироваться и более этого складывать мнение и впечатление никак не нужно. Нужно слушать больше. Вообще-то, нужно так попытаться дослушать программу до конца, наверняка что-то для себя найдете, интересное определите. Что касаемо концертов, как часто, где, когда, когда ближайший? Ближайший, вот, наш, именно наше выступление будет, ну, не знаю, будем, 29-го в Волтауне. То есть, есть заявленная дата, то есть, как бы, вот, я еще, ну, она вчера только или позавчера пришла. То есть, ребята еще не курсируются? Ребятушки, да, как бы, я еще не... Парни, имейте в виду? 29-го в Волтауне. В Шоколадке будет 16-го открытия, как бы, вот так вот, есть такие. 16-го ноября, соответственно. Ты какие сейчас месяцы имеешь в виду? В октябре, октябрь, октябрь. 16-го октября. Сначала 16-го октября, потом сольный, 29-го октября получается. В Волтауне. Да. 16-ая, 29-ая, 16-ая открывашка. Открывашка шоколадки. Да, открывашка шоколадки, да, наших товарищей замечательной. Вот, а потом уже 29-ый Волтаун. Окей, это опять же та же самая программа, которая, ну, я имею в виду, в той же стилистике, в которой сегодня. Ну, в принципе, да. Без мяса. Без мяса. Понятно. Только с рыбой. Веганский. Веганский вечер. Пластиночки? Есть пластиночки? Есть десочки, да. Сколько? Ну, так, в наличии, как бы, вот, три альбомчика таких вот, из которых два из концерта писаны, ну, хорошо. Лайвовые такие? Да. И один такой, такой, студийный, типа, не студийный, такой. Три альбома. Домашние студии. Ну, типа, да, да. Студийный домашний. Угу, угу. А почему ты об этом так робко говоришь? Мне гордо сказать об этом? Нервничаю. Гордо? Три альбома у коллектива. Вот оно, вот оно, вот оно. Я смотрю, плечи-плечи пошли. Три альбома у коллектива. А будет ли какая-то работа над следующим? И когда? Не знаю. Понял, спасибо. Не знаю, честно. Я вижу эту реакцию, не буду настаивать. Но в любом случае, наверняка, какие-то идеи есть. Песенки пишутся. Так, когда, когда, как? На свежий альбомчик-то материала хватает. Просто нужно, опять же, нужны люди, нужно место, нужны средства. Желание, прежде всего. Желание. А все остальное, время и средства, я думаю, найдется. Я тоже так думаю. Главное, желание. Давайте дальше. Что это будет? Сенина песенка. Спасибо. Особенно приятно. Сенки. Сейчас сыночек смотрит. Сына Сеня зовут? Да, Арсений. Ух ты, тезка. Кстати, именно эту песню я в анонсе выложил. Ну, Арсений именно, не Семен. Зачем ты это сказал? Пускай будет тезка. Сенину песню я и выкладывал в анонсе недельном, для того, чтобы о группе немножко лучше знали. Сенина песня. Дочек Потапов. Сегодня, как всегда, живой звук в программе «Живые имена». «Живые имена» Рук карман сам потерял. Домой в бреду, помни меня давно. Улицы лгут, взаше время. Улицы лгут, взаше время. Улицы лгут, взаше время. Хлеб да соль, крохи птенцам, их путь весной сложат меня по делам. Закусив пудела, пальцем висок вращать. Закусив пудела, пальцем вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дмитрий слушает и радуется Вот у них есть замечательное такое место Сансара называется в Пензе Это место? Это клуб? Ну да, клубик такой чайной Просто есть группа такая Сансара Викторинбург Не сомневаюсь А я просто точно знаю Она в ротации Мне кажется Мы ее знаем хорошо Вот теперь мы знаем откуда корни-то оказываются Из Пензы В общем Сансара оказывается клуб в Пензе Крюво Хорошо А почему тогда в Пензу группу Сансара не приглашают в этот клуб петь? Это кстати вопрос не вам Это так в воздух Надо что-то еще бы спеть С удовольствием Я что-то заболтался А что это будет? Ля-ля Понял Ля-ля Понятно Лаконично Как всегда живой звук в программе Живые здесь сегодня Леча Потапов Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домой полтора года не был А кто есть Катя? Музыкант? Художник? Она из тусовки Вот человек занимается Венечкой на радугой И в этом году Несмотря на все эти ситуации В этих моих местах Они все равно провели фестиваль В памяти Александра Литвинова Деркина Я почему спросил В Дерфесте, по-моему, ты тоже выступал Да, я с Сашкой был знаком Последние три года его жизни Я почему спросил, кто такая Екатерина Потому что на ее фотографии Которые на аватаре А потом открываешь, когда в профиль Видно, что это девушка Но по некоторым первичным половым признакам В камуфляжных штанах На скале Держась за каменюк Поэтому я спрашиваю, кто она Это замечательная женщина из Луганска Ну альпинисты Все так Есть луганский клуб альпинистов Ну такая цепкая барышня В хорошем смысле Не понял, а почему Руслан так закивал? Ты знакомишься? Ну, я тоже из Луганской области Соответственно Все друг друга знаем Там более-менее как-то Ну, область-то не маленькая Чтобы все друг друга знают Ну, музыкальная тусовка У нас не настолько богата Не настолько? Не настолько А что? Подожди секундочку Не настолько много мест Где вот можно было Где можно встретиться Да, это скорее То есть Не так много Перечислить по пальцам Ты имеешь в виду Луганскую именно тусовку музыкальную? Луганская область в целом Наверное, и Донецкая Впрочем тоже Ну да, ну как-то все Все они свои ребятушки По крайней мере в то время Когда мы жили там Сейчас, возможно Я думаю Такая Телеграфная дорога Вот Была в Донецке То есть Тоже свои ребятушки Угу Была теперь Нет? Не, ну не Они играют То есть Санька Мэри играет Сашка под высотки Да Угу Играет Грустную тему мы Затронули тогда Альп-клуб Высотник и Лига Пишет она Ну да, да Объясняя, что это за фотография Ну да, действительно классно Удивительно Что Как-то так Просто я Вижу девушку на скале Сопоставляю с Луганском И думаю Ну какие скалы Кроме терриконов 46-47 Короткий номер для СМС К своей пробелы Дальше ваше сообщение Сейчас нам надо будет прерваться Так вводится Час уже прошел Мы час целый уже песни поем Перерывчик сейчас Перерывчик небольшой Да, минуточек на пять Мы прервемся После чего вернемся в эту студию Снова с удовольствием Будем слушать песни Летчик Потапов Ну что давайте Двинемся дальше Напомню Второй час начинается Программа Здесь сегодня Коллектив под названием Летчик Потапов Группа замечательная Необычная Для многих Потому что Действительно Они играют Очень атмосферную На взгляд уникальную Удивительную И очень красивую музыку 46-47 Это короткий номер Для СМС К ваших Сначала пишите свои Пробелчик А затем уже Все что хотели бы Сказать Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции Это могут быть впечатления Это в общем Может быть все что угодно Что связано с сегодняшним Событием А событием для нас является Летчик Потапов Сегодня здесь Ну и понятное дело Вот например Александр Цыпленков пишет Всем привет Тут неожиданно Музыканты родом из Луганщины Просто это моя малая родина Которую покинула Очень давно Если кто из города Красный луч Огромный привет земляки Ну в общем Из Красного луча Нет никого Из музыкантов Нет? Нет из Красного луча Никого Но Луганщина все же Но бывали Имеет место быть Да Эти скалы недалеко от Янакиева Написала Екатерина Нижель Ну надо же Катя удивительное для меня Откровение Вырос практически в Янакиево Все детство Еще и первые два Глаза школы А вот то что там скалы есть В общем никогда не знал Мы ходили на терриконы Мы ходили купаться в рештаки Рештаки Чтобы вы понимали Если кто не знает Это такие Водозаборные Как бы правильно сказать Как назвать Бассейн такой что ли Да? В котором сливается вода Уходящая В этот бассейн После того как она Породу остужает Определенным образом То есть она теплая Даже зимой Даже когда холодно Там тепло И вот мы пацанами Бегали в эти рештаки Грязно там конечно Понятное дело Что это не озеро Какое-нибудь Но получали удовольствие Потому что дурные Маленькие дурные Вот скалы я что-то не помню В Янакиево для меня Это вот для меня сегодня Откровение Правда Никогда не думал Что под Янакиево Есть где-то скалы Ну вот Сергей вернулся В студию Замечательно Мы можем собственно говоря Продолжить программу Пауза была долгой После того как первый час закончился Поэтому надо бы наверное Начать с песни Что это будет Как будет называться Следующее произведение Для всех наших Петрухины ходуны Как всегда Живой звук В программе Живые Напоминаю здесь сегодня Летчик Потапов Поехали Пока не поехали Пока я напомню Что сообщество Своего радио Вконтакте Работает для вас И само собой естественно Вы можете там отписываться Много очень сообщений Скорее всего Эмоциональные сообщения Более всего там Эмоции чем вопросов Хотелось бы наверное Если у вас есть Какие-то вопросы коллективу Задавайте Помимо меня тоже Поехали Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда пришли Облачно Помимо прочего Наши Еще К тем же Все И Разбежались Со словом Все И Задарили По пяточку И Разошелся На камень лед И Здравствуй Солнышко Мой Здравствуй Пойдем Пойдем со мной Петруха Омоем Косточки Бризгли И Солны Наросты Поросли Сметун И Солнышко И Солнышко Ой Ой Где ж ты Солнышко В речку Солнышко Ой 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 Ползи, ползи, Петя, Обгрызайся теснами, Разбеди чашки лелеяли, Клеили, ты зачарована, Пойдем землю грей, Пополни доводы наши, Пополни доводы наши, Пополни доводы наши, Пополни доводы. Пополни доводы, ой, И рассмеялся под ветер я, И ночка хочет смешать меня, И улыбнулся с восходом дня. Доброе утро всем нашим, Доброе утро всем нашим, Доброе утро всем нашим, Доброе утро всем, Доброе утро всем, Доброе утро всем, Доброе утро, Доброе Спасибо вам, друзья мои Спасибо за то, что вы здесь И, кстати, сказать, благодарят нас за то, что пригласили В студию, сейчас скажу, кто Опять же, Андрей Артемов много раз слышал Слушал и радуюсь, как ребенок Спасибо, что позвали шефа Если бы вы видели этого ребенка Я вижу, по аватаре, да Серьезный ребенок такой Руслан Ильинов пишет Вопросы не придумываются, сижу, улыбаюсь до ушей Подумал, что давно в машину, в плейлисте ничего не добавлял Это повод Ну вот, значит, а вот и еще Цепануло, это круто Привет папе, еще одному папе Руслану Вот такое сообщение пришло От «Хотя» так, по-моему, называет Ник такой у человека Да, значит, спасибо Рассвели муточки Дети, дети, но Рассвели муточки Приятно, значит, смотришь Ну, дети-то, дети всегда А дети смотрят и слушают Потому что они всегда смотрят и слушают? Или это сегодня повод такой? Ну, на концерт ходят дети? Даже участвуют Вот, об этом надо тоже сказать Чего делают Вместе с вами? Ну, все-таки немножко Ну, играют на чем-то Потому что пять лет потом в музыкальной школе Учат играть на треугольнике А пускай на перкуссии Да нет, главное, чтобы человеком был Да нет, я продолжал про детей А Василиса, она на скрипочке подыгрывала Там она обучается Четвертый год музыкальной школы Скрипка То есть детей вы тоже приучаете К работе в музыке С музыкой, к работе в коллективе? Ну, творчество, все, что-то творчество Нет, обычно бывает наоборот Вот у меня театральная семья Мама никогда, мне всегда говорят Сын, ни в коем случае не иди в театр Она придумывала все, что угодно Она говорила, у тебя нет ни голоса Ни слуха, ни фактуры Тебе нечего делать Я так и пошел потом в театр, естественно Доказывая обратное Но фишка в том, что обычно музыканты Не хотят, чтобы их дети были музыкантами Я думаю, что это распространяется больше на тех Как бы родителей, которые вот Именно профессионально То есть занимаются тем или иным творчеством А мы же по-простому там На ящичках А, мы самодеятельность На ящичках, да Ну вот такая самодеятельность В российской музыке Украинско-молдавско-российской Ну не знаю, есть музыкальное образование у кого-нибудь? Есть? Вот видишь, вот видишь как У вас в музыкальной школе Вот видишь как У Каханиста есть образование Я тоже есть Вот, пожалуйста Целый год баяна Это много Для мехового инструмента Под названием баян это много Таскать меха вот это вот Целый год-то Наверное, еще ребенком был, когда учился Верно Представляешь, насколько тебе Я представляю, как было тяжко тебе Лучше бы играл на дудке Действительно Гораздо проще таскать Вот Илья пишет вот, что Я помню концерт, ребят 22 марта 2004 года Я помню дату Это был лучший подарок на днюху И эта песня со мной уже 11 лет Написал он это достаточно давно Я не знаю, о какой песне идет речь Но тем не менее Посмотри, как человек помнит 11 лет Даже дату концерта 22 марта Насколько повлияла Твоя песня, твоя музыка На конкретного человека А вот что касается влияния музыки Ты веришь, что музыка лечит Музыка направляет Конечно, естественно Музыка дает какой-то полу Человеку для саморазвития Естественно Ну это круто То есть получается Врачеватель душ Если бы этого не было всего Чтобы было Здесь есть сообщение от Руслана Вот какой Я не сравниваю Просто сразу пришли почему-то И Хвостенко, и Полковник, и Медведь Шатуна И еще много кого Летчик ни на кого не похож Просто ассоциации Вот такие ассоциативные ряды у людей Я люблю со звуком просто Я больше Я пересмешник Такое понятие Я копирую, пародирую И вот за эти все года То есть насобиралась я большую Как бы базу Базу данных Которые вот я пользую просто В тех или иных песнях По настроению По состоянию Что надо вставить Ну не то, что там специально Оно как-то само все приходит Поэтому как бы вот там Всех много В паузе мы буквально в двух словах Перекинулись некими соображениями Я вот что хочу сказать Это скорее в адрес коллектива И Сергея Шефа Ну и в общем, наверное Всех музыкантов Которые к себе относятся Как-то слегка пренебрежительно Кажется мне, что нельзя так Потому как музыка, которую вы делаете Она более чем Более чем хороша И более чем на уровне Когда вдруг мы там заговорили о фестивалях Вдруг Сергей признал, что я как-то Я считаю, что мы для фестиваля не особо Как-то высоко По мне так Не надо так рассуждать Не, ну фестивали это разные Бывают разные уровни фестиваля Я не про Вудсток говорил Немножко про другое Да? Российские фестивали Они как раз грешат Тем, что там чаще всего Одни и те же артисты Имена которых уже знают И привести кого-то нового Это удовольствие Так что Летчик Потапов должен принимать Часть в фестивалях Показывать свое творчество Я за Зовите Все, понял Обретать новую Обретать новую публику И получать С удовольствием Мне кажется К чему мы идем Постоянно новую Новую Это правильно Надо петь Надо петь Потому что время уходит Жалко его Что это будет? Зоришки Юшка Как всегда Живой звук В программе Здесь сегодня Летчик Потапов Поехали Как прошел это Пройденный Под сосел Переводит дух Всех путей Дороги Спутаны Ты мотай нам Мотай на ус Как погряз дурак В омуте Все пил Да гулял С лехвой Но туман Болот Укутывал С собой С собой С собой Мотай на ус С собой Так иди домой, горюшка, Поросли бурьяном сады. Возвращай в окошко тёплышко, Пожинай очага ходы. Вспоминай о том, пройденном, Посреди литяной воды. Как звала, звала Зорюшка, Таммуэ, даммуэ, даммуэ, Даммуэ в сад. В зад. Мой scrap Аф ere season, Даммуэ в сад. В зад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочек Потапов здесь сегодня Я вообще завидую тем людям Которые сегодня знакомятся с творчеством коллектива впервые Потому как у них такое поле непаханное Теперь для изучения этого творчества Как много песен-то вообще в репертуаре? Наверняка же полно Нет, на самом деле нет Я не знаю Больше стал писать уже Где-то в районе 30 лет То есть поздно Никогда ничего не бывает поздно Все всегда приходит вовремя Ну, с одной стороны, да, я с вами согласен Опять он со мной на выдох Что с тобой делать-то? Ладно, хорошо Ну, сколько песен вообще? Скажем, три альбома, я так понимаю, там песни не повторяются, правильно? Нет, пересекаются некоторые композиции Ну, да Ну, три десятка есть в творчестве песен? Ну, где-то так Три десятка? Где-то так Это уже тоже хорошо Это хорошая цифра? Может, поболее Может, даже поболее Клёво Ну, если концерт играется, то сколько по времени он занимает? Часа два? Нет, больше Больше? Да Не, ну, у нас было где-то в два отделения где-то вот Ну, часик с небольшим где-то так вот Ну, выходит Ну, часа три То есть мероприятие так вот часа три идет А что происходит на концерте, кроме музыки? Перформанс какой-нибудь, не знаю, картинки за спиной Да подтанцовка Нет, ну, как-то были опыты с видеоподложкой назад То есть как-то так вот А так, ну, нет, как бы не Больше ничего Я почему задаю этот вопрос? Просто... Ну, перекур понятен, как же без него Просто, когда шоу-бизнес Ну, понятно, откуда ноги растут И чем краше, тем больше перьев Чем больше всяких разных всплесков И трусов, там, не знаю, в камушках Тем кажется круче, потому что зрителя это держат А я всегда очень часто повторяю Товарищ Станиславский в свое время говорил Великий такой режиссер, собственно, педагог Что театр начинается там, где выходят на сцену На черную сцену два артиста в черных трикос С двумя стульями Садятся на эти стулья И разыгрывают между собой действия Которые три часа неотрывно держат внимание Всего зала Ну, то есть без ничего лишнего Вот мне кажется, что вы как раз те самые артисты Которые ни в чем больше не нуждаются Абсолютно никаких больше красот не надо Вы сели, или там встали Я уж не знаю, как вы работаете в большей степени на сцене Начали играть И все три часа зал должен сидеть с открытым ртом И никоим образом не отвлекаться от того, что происходит Это ты так чувствуешь? Или ты для нас просто отмазку придумал? Спасибо тебе, что ты наконец-то снова, Наталья Такая отмазка Ну, что, больше ничего не надо Конечно, ничего Мы такие А в этом и есть кайф А в этом и есть творчество В этом и есть сила музыки В этом и есть прелесть Потому что оторваться невозможно Я с трудом себе представляю, что такое Так сказать, три часа Без прерыва Поэтому перерыв нужен, безусловно А что делают люди в перерыве? Просто бухают? Общаются? Не, ну, что там Подбухивают Ну, это нормально, нормально Пообщаться, пойти Как бы на курилочку То есть сходить Кто воздухом подышит То, что помещения То есть бывают наполнены И не всегда Хорошо с этими всеми вентиляцией И вот подышать Как бы, да Ну, это я для будущих просто Для тех, кто придет на ваш концерт Который состоится А так вот, ну, как бы музыка Музыка, музыка 16-го шоколадка 29-го сольный 29-го в Олтауне Чтобы люди понимали, что атмосфера На этих концертах Очень добрая, теплая По-настоящему Дружеская Дружеская Как на кухоньке Мне больше приятно, чем А у нас тоже У нас же не программа У нас кухня У нас кухня И мы к этому относимся Именно так Как к кухне На кухню пришли Сели, познакомились Поиграли, разбежались Потом и друзьями остались На всю оставшуюся жизнь Это же прикольно И более того Друзьями для аудитории Что очень важно А сейчас, я так понимаю Вот, например Илья Тяньков пишет Сегодня праздник для души Какая реакция? Дальше, потому что Время-то, зараза Как она утекает быстро Что это будет? Осенняя Завехренная Нифига себе Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Леча Потапов Поехали Подожди 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 Вольно Стала Душу Кляла Мысли Ходик Протяг Весен Дожди Сон Обретет Память Руки Мои Мимо Дорог Банхатом Осень Лужи Дожди Банхатом Осень Подожди 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 Вряд ли волос кружат Косу ладом степью поет Осень и вальс птица Танцуй жалко, день отошел Корень уснет Бархатом осень Думы мои Бархатом осень Вдоль по рукам все поперек Подожди 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 Где-то вдали влади восток Утро с солнцем зайдет Глянь на восток Бархатом осень Бархатом осень Подожди 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 Я постараюсь сейчас отбросить все эти свои Возможно стереотипные какие-то размышления Поэтому пойду другим путем Я спрошу о Вене Дыркине Дырфиестове тоже не случайно Я так полагаю, что ты поешь песни Сашкины? Конечно, обязательно Я всегда Новые знакомства Что послушать В первую очередь я всегда Саньку Пою песенки его Немного, но пою Сегодня не будет? Мы вставляли в программу Чисто так свое творчество Ну ладно, хорошо, не настаиваю Не настаиваю Теперь вот тут было сообщение Которое Которое считаю нужным Зачитать Оно короткое Слов нет, просто браво Вот такая оценка Какова оценка? А что касается оценки творчества Кстати, к слову А что касается оценки творчества Вот часто Ну тоже человек творческий В общем понимаю, что это такое Процесс Как я говорил всегда Вы думаете, почему у меня пятеро детей Думаете, я так детей люблю Не, мне сам процесс интересен Понятное дело, шутка Как Петр Николаевич Мамонов говорил Ремеслуха Да, ремеслуха Вот сам процесс Сегодня, кстати сказать Сейчас уже близко Суббота Мы готовим программу новую В постоянной ротации В постоянном эфире своего радио Это будет некий хит-парад Свой хит-парад называется программа Люди работают Люди нервничают Люди переживают Но этот процесс Он ни с чем не сравним Когда она выйдет в эфир И потом будет выходить регулярно Ну как любой продукт Уже к этому относятся немножко иначе Это процесс В котором ты уже Который ты вовлечен А вот процесс подготовки Это нерв Это икота Постоянно какая-то Это постоянно какие-то поиски Это постоянно какая-то Внутренняя борьба С самим собой С теми, с кем ты работаешь Попытки найти что-то новое Интересное Вот поэтому-то и спрашиваю Когда, допустим Речь идет о песне А когда идет речь о результате Как ты можешь определить Что это удачная песня Скажем А это не очень удачная Что вот эта песня Не по той реакции Которая есть в зале Ну тут понятно Зал реагирует И ты, может быть, даже на ту вещь Которую никогда не считал важной Для себя Смотришь другими глазами А вот собственные ощущения Есть и песни, которые Ну такие вот Они проходили Проходящие Они, то есть, может быть, даже Никогда как бы на публику не играны Вот так То есть, как бы то, что я исполняю То, что как бы звучит То все оно Как бы, ну Даже не свои песни То есть, как бы вот Если ты что-то даешь Начинаешь что-то делать То есть, по-любому Как минимум на сто процентов Ты должен это делать Поэтому, как бы вот Все, что должно исходить из человека Оно должно Очень все Ну как Профессионально Все Наконец заговорил о профессиональной стороне А то все прибеднялся Да мы-то так играем просто Не, ну Если так взять То есть, как бы Я не профессионал только потому Что у меня нет музыкального образования То есть, в музыке я вот не профессионал Мне кажется, что Статус профессионала То есть, дается Тому человеку, у которого есть Именно музыкальное образование Ну, Розенбаум Не профессиональный музыкант Яковлевича нет разве? Не, он врач Он доктор А, не, ну доктор-то да Это я знаю Ну, понятно А в свое время в советской Может быть на гитаре В советской действительности Да, может и учился В советской действительности Безработным Назовался человек Который получил образование А потом работает по другой профессии Вот так считалось Ты стал Диплом у тебя учителя А работаешь ты, например Стареваром Все, ты считался безработным Ну, по закону Считалось так Поэтому ты работаешь Не там, где Должен был бы Так как ты Зараза Просиживал штаны В специальном учебном заведении И тебя государство За это дело Денежку платило А ты в итоге Пошел в другую сторону В музыке Как мне кажется Профессия Она определяется Не дипломом Она определяется Талантом Прежде всего У тебя он есть У музыкантов твоих Он есть И группа Летчик Потапов Группа очень талантливая В целом В результате Так что не надо Припедняться Давай будем уже честными Давай честно скажем Что играете вы Замечательную музыку Песни у вас Клевые Очень хорошие Правда Спасибо Спасибо Мы стараемся Не зачитай Смотри Вот Александр Кирьянов Что написал Буквально только что Каких только чудес На свете не бывает Такая группа А так мало известно Кошка мявкает Чтоб кормил А я оторваться не могу Текст слушаю Какое же это Особое удовольствие Добрый текст Аплодирую После каждой песни Вместе со всеми Действительно Открытие Спасибо Я бы хотел Чтобы вы сегодня Ушли из студии С крыльями за спиной Новыми Потому что люди пишут Я очень прошу Сейчас Это очень важный момент Я не буду объяснять Почему именно сегодня Это важно Для меня это Архиважно Ну есть некие обстоятельства Которые говорят мне Что это нужно сделать сейчас Если вы хотели бы Написать что-то доброе Не просто потому что Надо сказать доброе слово А потому что вы это чувствуете Искренне Но как-то вот думаете А надо или не надо Другие за меня напишут Не стесняйтесь сегодня Будьте добры Выскажите Выразите свои эмоции Если они у вас есть Напишите пожалуйста Я зачитаю это ребятам И всем ребятам Которые есть здесь В этой студии Сошлюсь на вас Естественно Потому что я за свои слова Это не Я и так им добрых наговорю Пишите И это будет приятно И шефу будет приятно Очень Я думаю что музыкантам нужно Они как детям Им нужно говорить Добрые ласковые слова Людям творческим Это обязательно нужно Даже бородатым Седовласым И лысоголовым Надо Надо В обязательном порядке Давай споем С удовольствием Что это будет? Песня счастья и радости Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Летчик Потапов Напоминаю на всякий случай Запоминайте это имя Замечательный коллектив Рекомендуем Поехали 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 Послушай кусочек Попробуй на вкус Душистый комочек Душистый комочек На вегера Чуть-чуть Как радуга Вьется Как ветер Смеется Как ухо щекочет Кузнечик Смотри Смотри Как прекрасен Весь мир Между нами И солнышко Грянет Рассам Ападжоут Душистый комочек Душистый комочек Пустился в прибрыжку Мой утренний праздник Кружинца мерцает Землян карусель Танцует 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 Под нами А время Оставит В ресницах Копель А время Оставит В ресницах Копель А время Оставит В ресницах Копель Смотри Как прекрасен Весь мир Между нами И солнышко Грянет Рассам Ападет Смотри Как прекрасен Весь мир Между нами И солнышко Грянет Рассам Ападжоут Между нами Между нами Между нами Ападет Смотри Между нами Смотри Комочек — Красотишка какая. — Спасибо. — Кто-то позволил себе вопрос задать, что для вас важнее, музыка или текст. По-моему, очевидно. И, в общем, вопрос сам по себе, я считаю, нужно отставить. И ни в коем случае даже не пользоваться возможностью об этом узнавать. — Но для меня больше важен звук, чем слово. — И же очевидно же. Я же говорю, что всё очевидно совершенно. Тексты вообще никакие, а музыка, да, красивая. — Ну, хорошо. — Здесь всё важно. Здесь, когда мы говорим о лечке Потапе, мы понимаем, что здесь всё важно. И музыка важна, и звук важен, так как он звукорежиссёр, на секундочку, профессиональный. И текст важен. Здесь важно всё. Вот это тот самый случай, когда нет ровным счётом ничего проходного. Это не тот русский рок, где три аккорда, а главный текст тут был. Здесь всё в полном порядке. Поэтому, думается, вопрос сам по себе лишним. Может быть так. Почитаю то, что пишут. Опять же, когда я попросил, люди стали немножко... Знаешь, как бывает, когда люди молчат, слушают и молчат. Так бывает. Ну, потому что считают, что чё, и так всё хорошо. Андрей Курков, например. Я в восторге. Спасибо за вечер. Спасибо за музыку, от которой шевелится душа. Ты как-то видел шевеляющуюся душу. Так вот, она шевелится у человека. Это трудно передать словами, но эмоционально очень хорошо. Как же хочется, чтобы это не кончалось, пишет Галя, например. Перефразируя и перековеркивая, простите, Амелина Томб, она про книги говорила. Есть песни, послушал их ты и уже ничуть не изменился. А есть после которых ты уже не такой, как был до. Но песни Сергея Вальцева меняют твои представления о... Да вообще обо всём. Это настоящее. А кого не меняют, значит, ещё не доросли. Простите, пишет Александр. Вот, смотри как. Спасибо группе за приятный вечер. А своему за то, что подтолкнули к прослушиванию такой прекрасной группы, пишет Таня Жишкова. Спасибо вам, друзья мои. Спасибо за открытие. Новая для меня группа Лётчик Потапов. Спасибо. Ребята, вы даже сами, наверное, не понимаете, насколько круты. Спасибо огромное за это чудеснейшее открытие, пишет Максим. А люди молчат, потому что наслаждаются, пишет Светлана Коваленко. Это правда. Сейчас бывают люди, залипают. Все человек слушает, как вот кошку покормить не может. Кошка орёт, а человек покормить не может. Даже оторваться не может. Он слушает слова и вслушивается в тексты. Пойдёмте спасать кошку. Это тоже важно. Не, ну пока мы трещим вот между песнями, вы можете кошку покормить. Жалко животинку-то. Жалко. Покормить немножко кошечку. Она же тоже существо живое. Пока мы разговариваем. Пока мы, да, ни о чём тут болтаем, в принципе, пока музыки нет. Можете покормить кошку. Что касаемо о чём и ни о чём. Что касаемо смыслов, что касаемо подтекстов. Я, например, слушая эти песни, понимаю, что подтексты есть. И там два, три, а то и четыре слоя определённых мыслей, эмоций. И подтекстов в каждой фразе есть. Я сейчас даже могу, наверное, на вскидку несколько перевести своих. Но это лишнее, да. Никогда нельзя спрашивать у музыканта, о чём его песня. Глупость. О чём? О том, о чём ты сам это воспринимаешь. О том, о чём ты сам слышишь. Я просто вспоминаю, опять же, своё время. Было ко мне немало высказываний, когда вот Серёга говорит, не понимаю, о чём ты поёшь, но нравится. Я говорю, так и знаешь почему? Потому что в тот момент, когда ты меня слушал, ты думал о своём. О своём, о своём. Просто, ну, как вот, как автор, автор, то есть, вот берёт, даёт название. То есть, даёт название, то есть, тему для размышлений. А человек сидит, погружаясь, как бы, вот в звуки, и он думает о своём каком-то сокровенном. В своё время, пока учился в театралке, была, ну, я так коротко скажу историю, обычно там на втором-третьем курсе такие ставишь маленькие мини-спектакли по каким-то произведениям. У меня был Пушкин, сказки Пушкина о царе Салтане. Рассказываю быстро. Я поссорился. По-другому не скажешь. С педагогом, который начал мне доказывать, что я вообще ничего не понимаю, я не о том ставлю. По всем канонам сказки Пушкина, если брать, то вот о царе Салтане эта сказка о том, что дал слово, сдержи. Так написано в литературной энциклопедии. Но обещал первое желание исполнить, исполнять. А я увидел в этом другое. Я увидел очень простую и достаточно, мне кажется, справедливую тезу, которая существует во все времена. Холодная красота способна весь мир уничтожить. Почему? Объясняю. Старший сын с войском погиб из-за этой красавицы. Средний сын с войском погиб. Младший сын с войском погиб. Сам старичок погиб, его петушок в темечко хрякнул. А она посмеялась и испарилась. Об этом я и ставил. И получилась такая очень неплохая миниатюра, как мне казалось. И вдруг педагог говорит, а о чем это? Я говорю, здрасте, попа, Новый год, приехали. А о чем вы это увидели? Говорит, ну об этом Пушкин не писал. Я говорю, лично знакомы вы с Пушкиным, чтобы знать, о чем он писал. Поэтому, когда... Сказка о золотом петушке, да. Когда музыкант, творец, что-то сочиняет, пишет, делает песню, он вкладывает свое. Если вы, сейчас обращаюсь к аудитории, видите в этом что-то свое, то, в общем, это и есть смысл этой песни. Мало ли о чем человек писал. Да мало ли, Господи. Главное, что вы в этом видите и слышите. Надо бы, наверное, пить. С удовольствием. Вот, Александр Кирьянов пишет. Все, покормил, можно играть. Пора. Как будет называться следующая песня? Все лучшее. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня летчик Потапов. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо. Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому. Алексею Дубровскому. Спасибо. Алексею Дубровскому. Спасибо. Дубровскому. 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 Спасибо. Дубровскому. Дубровскому. Дубровскому.